Минувшие выходные в Москве прошел финал главного ежегодного юношеского литературного конкурса «Странный класс». Творческая молодежь съехалась в столицу из десятков регионов России, чтобы представить свои произведения, пройти мастер-классы с известными литераторами, а также пообщаться со сверстниками-собратьями по Перу. В финал этого престижного конкурса попала и тверская участница, которая специально для нашего канала записала несколько интересных интервью с главными героями этого события. Всероссийский юношеский литературный конкурс «Класс» проводится в третий раз, но с каждым годом география его участников стремительно расширяется. Все начиналось лишь с пяти субъектов России, из которых поступили заявки на участие. А в этом году участие в конкурсе приняли более 12,5 тысяч ребят восьмых, одиннадцатых классов из 30 субъектов Российской Федерации. В финал прошли только 50 человек. Ребята преодолели сложный многоступенчатый отбор, школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты. 50 финалистов были выбраны членами жюри конкурса. Сначала это школьный этап, когда они издадут свои сочинения, их оценят учителя, и лучшие ребята из школы отправятся на региональный этап. Дальше региональный этап, где-то есть муниципальный этап, но в регионе прочитают региональные кураторы и выберут тройку, победительную тройку, только тройка. После три лучшие работы от региона попадают уже к большому жюри, который возглавляет Майя Кучерская. И эти работы, эти рассказы отсидевает большой жюри, совещается, выставляет оценки. Ребята приезжают потом, которые становятся лучшие, самые высокие баллы набрали, приезжают в Москву. Цель всероссийского литературного конкурса «Класс» — выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. Конкурс «Класс» проводится под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства просвещения России. 10 сентября юные творцы слетели в столицу на три дня на заключительное испытание. Мастерские, где известные писатели-наставники, вошедшие в этом году в жюри конкурса, Ольга Славникова, Олег Швец, Нина Дашевская и другие, поделились с юными авторами своими профессиональными секретами. А литератор Дмитрий Быков даже выступил в необычном амплуа, рэп-исполнителя, впрочем, тоже на литературную тему. Так не оставайся же ты никому, нажать тебе курка, и я тебя сниму, нажать тебе курка, и я тебя уйму. Может, передумаешь, Лариса? Нет! По итогам этой работы, а также на основании баллов, полученных участниками за их конкурсные рассказы, члены жюри выбрали шестерых лауреатов. Некоторые из них приехали на конкурс уже не в первый раз. А, например, Дарья Серова стала двукратным победителем класса и получила спецприз — сертификат на издание сборника рассказов в одном из российских издательств. Во второй раз финалистом конкурса стала и ученица Тверской школы номер 53 Елизавета Нечаева, представлявшая наш регион. Литмотивом ее творчества стали произведения о природе и взаимодействии человека и окружающего мира, а также о гуманизме. Конкурс был насыщен не только обучающими программами, но и экскурсиями по Москве-реке на теплоходе, осмотром столичных достопримечательностей и просто общением со сверстниками. А творческим личностям всегда есть о чем поговорить и что друг другу рассказать. Кстати, далеко не все из них, как оказалось, собираются стать профессиональными писателями. Да и сам путь к вершинам мастерства видят по-разному. Чтобы стать настоящим писателем, в первую очередь надо писать на те темы, которые волнуют либо тебя, либо которые тебе очень сильно интересны. Потому что, когда ты вкладываешь в рассказ ручный, когда ты пишешь про то, что ты действительно знаешь, что ты любишь и что тебе невероятно интересно, рассказ получается невероятно насыщенным и живым. Я думаю, что стать настоящим писателем, когда писатель души, не бояться каких-то людей. Ответа на этот вопрос не знает никто. И я тем более. На мой взгляд, настоящий писатель должен очень хотеть высказаться, при этом получать удовольствие от творческого процесса и, конечно, постоянно самосовершенствоваться, чтобы развиваться в литературном направлении. В свою очередь, сами наставники, маститы и литераторы также поделились своим мнением, как добиться успеха на творческом пути. Эксклюзивное интервью с писателем Олегом Швецом записала тверская конкурсантка. Вы не первый год становитесь членом жюри в подростковом литературном конкурсе. Скажите, писательство можно приобрести как талант или это врожденное что-то? Как любой талант, есть какая-то часть рожденного, а есть какая-то часть приобретенного. Приобретенного, как и в любом другом деле, гораздо больше, чем рожденного. Нужно такой же вопрос задать про хоккей или про футбол. Там в ответ будет точно такой же. Да, и нужен талант, и можно научиться. Все победители получили ценные подарки. Расскажи лауреатов конкурса «Класс» будут опубликованы в литературной газете. Благодарственных писем от Министерства просвещения России были также удостоены и наставники конкурсантов.